Добрый день, наши дорогие путешественники! Сегодня мы специально приехали в зону отдыха Марсель Фэмили Клаб, которая находится на южном побережье озера Лаколь, поселок Акши. Мы хотим сделать полный обзор территории, рассказать вам о том, какое здесь питание и какой здесь пляж. Сразу хотим сказать, что территория, зона отдыха достаточно зеленая и очень-очень аккуратная. Посмотрите, какие благоустроенные коттеджи. Практически у каждого коттеджа есть веранда. Есть отдельная категория номеров, где таких веранд нет. Называются они мансарда. В принципе, во всех остальных категории номеров есть своя веранда со столиками, стульчиками и так далее. Сразу хочу сказать, что средняя цена за взрослого человека проживания здесь с трехразовым питанием составляет 11 тысяч тенге. Все очень основательно. Пойдемте посмотрим всю территорию. Покажу также детскую площадку. И сразу хочу сказать, что территория зоны отдыха Марсельфа и Меликлапа еще до конца не достроена. В самом конце есть еще небольшой участок. Строится еще один коттедж. Но она ограждена, и шум от строительной площадки абсолютно никому не мешает. С правой стороны от зоны отдыха Марсельфа и Меликлап находится зона отдыха Мандарин. Вот она, эти белые коттеджики и вот этот сруб. Вот посмотрите, вот такие помимо двухэтажного коттеджа, есть еще вот такие одноэтажные семейные коттеджи. Номера здесь в основном либо стандарт, либо семейные. Есть терраса, еще раз повторюсь, есть без. Вот такая вот вся очень хорошая основательная зеленая территория. Есть своя парковка для гостей, которые приезжают на автомобили. И есть свое небольшое футбольно-волейбольное поле. И вот сразу покажу вход в номер, который называется Мансарда. Посмотрите, вот такой лестница здесь есть и вход на второй этаж. Он без веранды, но зато он будет чуть дешевле, чем номер, который с верандой. Но очень-очень по квадратуре он будет большой. Я постараюсь в это видео вставить фотографии этого номера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Куанду вольверас, Куанду вольверас Для семей больших он очень любопыт. Итак, давайте теперь пройдем, посмотрим детскую площадку. Она небольшая, но тоже такая основательная, из дерева. Есть качелька, горочка. И самое главное, есть детский батут. Детки очень любят на нем прыгать. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, для наших подписчиков, как вам отдыхается на зоне отдыха Marcel Family Club? Здорово! Здорово! Все вам нравится? А подскажите, а как вам питание? Ну, неплохо. Хорошее питание? Довольны? Довольны? Еще бы вернулись? Ну, наверное. А нашим подписчикам могли бы рекомендовать эту зону отдыха? Да. Спасибо огромное. Спасибо. Вот она парковочка, посмотрите. И вот она детская площадка. Горочка, качельки, батут. И теперь пойдемте посмотрим кафе. В столовой кафе. В столовой кафе. В столовой кафе. Очень большая зона, где люди кушают. Посмотрите, открытая веранда. И есть еще закрытое помещение. Также со столиками. Небольшое количество столиков. Также здесь можно завтракать, обедать и ужинать. Так, теперь посмотрим открытую веранду поближе. Она очень большая. Здесь также есть стол для настольного тенниса. Посмотрите, раковины. И те, кто путешествует с маленькими детьми, есть стульчики детские. Если вы желаете приобрести здесь прохладительные напитки, например, разливное пиво, бокал стоит 400 тенге. Литровая кола стоит 450 тенге. Что еще есть здесь? Давайте посмотрим. Баночное пиво. А сколько стоит Бавария или Жигулевская барная? Бавария 550, а Жигулевская 800 тенге. Это литровая Жигулевская 800 тенге, да? А Бавария 550, 05? Да, 05. А сколько стоит еще вот Дизи? Дизи 690, Горилла тоже так. Так же. Фьюсти, Гикла 800 тенге. И еще можно Фанту. И вот Балантайнс, и Джеймсон у вас есть. 15 тысяч. 15 тысяч за бутылочку. Спасибо огромное. Сейчас вот мы проходим мимо коттеджа одноэтажного, где находятся, располагаются номера Family Room. Вот этот номер у нас идет Family Room, семейный номер с террасой двухкомнатной идет. Получается, в зале у нас идет диван, он раздвигается на два человека, большой диван. И в спальне идет двухспальная кровать, и рядом односпальная кровать. Получается, сквозная комната, если со спальней проходить санузел, он через зал проходите. То есть, получается, максимальное размещение 5 человек. Да, можно раскладушку поставить. Еще одно, то есть 6 человек смело можно вместить. А какая цена этого номера в сутки? За 5 человек? 11 тысяча со взрослого человека. Минимальное размещение идет 3 взрослых, 1 ребенок. Все понятно. То есть, получается, 33 плюс 7, правильно я понимаю? Да. Около 40 тысяч. 33 плюс 5500. 5500, то есть 36500. Стоимость сутки минимальная этого номера. Отлично. Так, вы еще сказали, что будет покрытие на детской площадке, да? Заказали. Заказали, уже в этом году будет, уже в августе. Отлично. Вот этот красный корпус, это полностью стандарт идет. Стандарт 2 плюс 1 с террасой идет, как на втором, как и на первом этаже. Это красный корпус у нас идет. Стандарт 2 плюс 1 идет двухместный, трехместный. Двуспальная кровать, рядом односпальная кровать. Мы его продаем как двухместный и как трехместный. То есть, либо двухместный, но с дополнительной кроватью, правильно? Либо трехместный. Отлично. И у нас есть белый корпус, тоже стандарт 2 плюс 1. Мы его показали, там есть номер с мансардой, правильно? Да, да, да. На втором этаже уже мансарда идет, четыре номера. Он уже идет без террасы. Двухкомнатный номер. Такое же размещение, как в фамилии Руме. Белый корпус. Сейчас мы зайдем, покажем. Нет у меня люди. Все, все, все. Все, все, все. Приостановим, я сейчас посмотрю, кто он вам видит. Итак, мы сейчас смотрим стандартный номер. В корпусе... Белый корпус. Белый корпус. Белый корпус. Четыре номера идет. То есть, в принципе, как такового вида нет. Потому что с этой стороны вид на соседние коттеджи, да, или на спортивную площадку. А с той стороны будет вид у нас на строящийся корпус. Да, да, да. Или на горы впоследствии. Здесь вот получается вот такая терраса идет. Отлично. Посмотрите, какая мебель. Лавочки и стол. Все абсолютно новое. И в очень хорошем состоянии. А также обратите внимание, дорогие путешественники, что вам не нужно с собой брать сюда веревки, чтобы сушить белье. Здесь уже все это предусмотрено. Это очень удобно. Сушилка, да. Получается, вот в номер идет шкаф. Шкаф у нас... В шкафу у нас идут... Вешалки. Причем их достаточное количество, чтобы семье разместиться и повешать веши. Хороший шкаф, вместительный. Мусорное ведро идет в номере. Так. Санузел идет у нас. Очень хороший и новый, самое главное, санузел. Я сейчас еще раз повторю себя саму. Но обратите внимание, что здесь душевая кабинка со шторкой и с бортиком. Вода не будет выливаться сюда. Бортик очень хороший. Посмотрите, какой большой титан. То есть, в принципе, в этой комнате, если разместится семья 2 взрослых и вдвое детей, в будущем, этого титана будет достаточно на всю семью. Вся сантехника абсолютно новая. В номере, получается, у нас идут в ванной комнате гигиенические... Принадлежности. Принадлежности. Это туалетная бумага и жидкое мыло идет. Спутник у нас идет... Сколько каналов? 36 каналов. 36 каналов. Два стула есть. Телевизор. Полка идет, получается. Здесь холодильник, наверное, да? Холодильник. А, напротив. Хорошо, сейчас посмотрим. Большая, ребят. Очень большая кровать. Очень большая кровать. И рядом еще стоит односпальная кровать. Кондиционер. Кондиционер. И обратите внимание, номер очень свежий. Он прям идеальный, как будто только что после ремонта. И белье. Оно белоснежное. На полу у нас ламинат. Очень хороший номер. Причем этот номер у нас в категории относится стандарт. Да, стандарт. Это стандартный номер, ребят. Так, я еще раз покажу, что детская площадка пока в этом году, в 2020, в июле, без покрытия. Но зона отдыха Марсель Фэмили Клаб обещает, что к концу этого года, то есть к августу или в августе, они уже заказали покрытие. Хорошее, мягкое. И оно здесь будет. И то же самое будет на футбольном поле. Сейчас мы с вами идем на пляж. Посмотрим, как оборудован пляж от зоны отдыха Марсель Фэмили Клаб. Итак, вот посмотрите, мы выходим в зону отдыха Марсель Фэмили Клаб. Выход находится, если повернуться к озеру, то с левой стороны. Ну вот, площадку прошли влево. И вот здесь, посмотрите, прямой спуск, он прорублен сразу к озеру. Пойдемте посмотрим, что же там есть. Итак, вот он спуск и прямой выход. К озеру от зоны отдыха Марсель Фэмили Клаб. Обратите внимание, вот такие вот черно-белые зонтики, которые прям лежат. От них шезлонги. Это все относится к зоне отдыха Марсель Фэмили Клаб. Вход в озеро достаточно стандартный. То есть это на берегу крупная галька, а вход мелкая галька с местами, где есть, конечно, и крупная галька, и булыжники. Просто нужно будет поискать. Но посмотрите, я хочу сказать, что людей достаточно большое количество, поэтому все отдыхают и всем очень-очень нравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!